Россия ликует. Несколько тонн национальной гордости там сегодня запустили в космос. Что отправилось на околоземную орбиту и почему Шойгу везде успел, знает Данил Русаков. Он в Москве. Экологически чистой назвали российские СМИ ракету, запущенную сегодня с космодрома Плесецкангара. Опять совершила свой первый полет в открытый космос. Сообщается, что при следовании на геостационарную орбиту одна из ступеней аппарата отделилась и упала на территорию республики Коми. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Известно, что пуск испытательный, конечная точка заданного полета на высоте 36 тысяч километров. За этим металлическим детищем пристально наблюдало все высшее военное начальство. И сам президент по видеосвязи отчеты слушал. Официальные сообщения традиционные. Все проходит штатно, проблем нет. Верховный главнокомандующий благодарит людей в форме. Тяжелая Ангара опять может выводить не только спутники, но и нести разделяющиеся ядерные боеголовки. Это главнее, чем освоение околоземной орбиты. А министр обороны Шойгу сегодня стал одним из главных ньюсмейкеров. Он и за космодромом Плесецк следил, и Беларуси, как считают многие, намекнув, чьей она орбите. Речь о системе С-300 и увеличении военного присутствия на территории подконтрольной Минску. Кремль планирует доставить туда новые самолеты и вертолеты. Их разместят на российской военной базе, которая уже много лет существует в этой стране. Причем заявление официально приписываемому Шойгу говорится, якобы таким образом получится сохранить безопасность на общем воздушном пространстве. И все это на следующий день после визита Лукашенко в Киев. Отношения Москвы и Минска, кстати, переживают очередной виток напряженности. Расчеты теперь только в долларах, таможенный союз уже хоронят, но тихо и без музыки. А тут вдруг заявление об общей безопасности. Кстати, оно не первое и не второе. Ракеты, самолеты, вертолеты все чаще становятся аргументом на фоне низких цен на нефть и падение рубля. Данил Русаков, Олег Неледовский, Московское бюро, телеканал Интер.